Железнодорожный переезд – место повышенной опасности, требующее строгого соблюдения правил дорожного движения. Далеко не все водители это требование выполняют. 80% дорожно-транспортных происшествий при пересечении переездов происходит на малоинтенсивных участках, где водители становятся небдительными и, к сожалению, зачастую нарушают правила дорожного движения. Прежде всего, это выезд на запрещающие сигналы. Так произошло и 2 февраля этого года. Один человек погиб и один получил травмы. Достаточно серьезные. В прошлом году на территории области на переездах произошло два ДТП, в которых три человека погибли и один получил травмы. Причина трагедии – грубое нарушение правил пересечения переездов. Подъезжая к переезду, водители должны руководствоваться дорожными знаками, разметкой, расположением шлагбаума, сигналами светофора, указаниями дежурного. Каждый водитель должен пересекать железнодорожные пути только по переезду, уступая при этом дорогу поезду. По данным областного управления ГИБДД, с начала года было выявлено более 100 случаев нарушения правил пересечения переездов. За нарушение правил проезда внезорожного переезда, в соответствии со статьей 12.10 КОАП РФ, водителям грозит штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение грозит лишение прав на срок 1. Участники акции «Внимание! Переезд» напомнили водителям о строгом соблюдении правил движения при пересечении железнодорожного полотна, вручили памятки по безопасности. Также по инициативе железнодорожников в одной из автошкол Брянска состоялась встреча машиниста электропоезда и сотрудника ГИБДД с будущими водителями. Александр Ручкин рассказал курсантам, как происходит экстренное торможение, что при этом испытывает машинист и помощник машиниста, которые отвечают за жизни тысячи пассажиров. При скорости 120, максимально допустимая скорость следования на наших участках, это порядка 400-450 метров для электропоезда и около 800 метров для грузового поезда. Скорость реакции машиниста и применение экстренного торможения порядка 3 секунд. За это время ни один поезд не остановится. Сотрудники железной дороги применяют и технические решения для повышения безопасности на переездах. В Брянской области каждый год увеличивается число переездов, на которых установлены камеры видеофиксации. Крышки УЗП – это барьеры заграждения, которые при движении поезда не дают возможности проезду автомобильного транспорта. Кроме этого, для профилактических мероприятий – это камеры видеофиксации, которые также дисциплинируют наших водителей. Александра Седачева, Александр Жучков. События. Брянск.